Добрый вечер с новостями Эльвира Найманбаева и Хасан Исраил. Британские сторонники евроинтеграции выходят на протесты. Тысячи людей, недовольные результатом референдума, собрались на площадях и у правительственных зданий. Свыше 800 тысяч жителей Туманного Альбиона подписались под онлайн-петиции, призывающие правительство рассмотреть возможность проведения нового плебисцита. В документе, размещенном на сайте парламента, британцы просят ввести в отношении референдума новое правило. А если проголосовавших за или против менее 60%, а явка ниже 75%, то должен быть проведен другой референдум. По закону парламент Великобритании обязан рассматривать любые петиции, собирающие более 100 тысяч подписей. Напомню, на прошедшем референдуме победили евроскептики. За выход страны из ЕС проголосовали свыше 17 миллионов человек. Он не носит юридически обязывающего характера, и правительство вправе проигнорировать его результаты. Антидопинговую лабораторию в Бразилии лишили аккредитации на полгода. Такое решение принято из-за того, что ее специалисты давали ложные результаты. Дисквалификация вступила в силу 22 июня. Она может быть обжалована в течение трех недель в спортивном арбитражном суде. Теперь образцы биоматериалов, которые должны были протестировать в Рио-де-Жанейро, направят в лабораторию в Швейцарии, как это было во время Чемпионата мира по футболу в 2014. Напомню, Олимпийские игры пройдут в Рио с 5 по 21 августа. Тем временем в кулуарах ООН обсуждают рекомендации ВОЗ для участников и болельщиков Олимпийских и Паралимпийских игр в Бразилии. Сообщается, что путешественники всего мира обеспокоены не только вирусом ЗЕКа, но и другими угрозами безопасности для их жизни и здоровья во время главных спортивных соревнований. Как сообщает наш корреспондент США Майрам Драхманова, количество прививок, которые ВОЗ настоятельно рекомендует сделать до отлета в Бразилию, значительно увеличивается. В дополнение к обязательному перечню следует защититься от гепатитов А и Б, желтой лихорадки, брюшного типа и бешенства. Особые меры предосторожности необходимы для избежания контакта со змеями и скорпионами. Жилье нужно выбирать с кондиционером и стараться не посещать районы без водопровода и санитарно-технических условий. Тем временем ВОН считает, что циркуляция вируса ЗИКа в Бразилии не должна повлиять на проведение Игр-2016. Собрать лучшие стартап-проекты и создать высокотехнологичные компании с высоким экспортным потенциалом на рынке ЕС Каспийского бассейна и Азии. Такой целью задались представители автономного кластерного фонда Парк инновационных технологий. Запустив международную программу «Стартап Казахстан». Сегодня ее презентовали на технологическом фестивале в Истане с участием Акима столицы Осеты Секешева. До этого организаторы уже успели побывать в Минске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Шимкенте. В этих городах приняли свыше 600 заявок от ученых, инноваторов, представителей малого и среднего бизнеса. До августа отборы состоятся также в Алматы, Атырау, Одессе и Киеве. 40 проектов пройдут международную программу акселерации в Алматы. Около 20 команд поедут в Кремниевую долину или в Южную Калифорнию. В целом международная программа «Стартап Казахстан» рассчитана на 4 года. За это время привлекут 500 стартапов. В районе 100 из них пройдут на второй уровень, где уже финансирование до 100 тысяч долларов. Это уже идет 50-процентное софинансирование зарубежных венчурных фондов. Вся идея привлечения вот этих стартапов, то, чтобы они осели в Казахстане. Предприятия и организации семьи нуждаются в газоэлектросварщиках, электриках, каменщиках, швеях, слесарях, сантехниках. Проблемы у дефицита кадров успешно решают благодаря Дорожной карте занятости 2020. Сейчас по ней переподготовку проходит свыше 80 граждан. После окончания курсов новоиспеченным специалистам помогут с работой. Балжан Салимбаева несколько лет сидела без работы. Однако те трудные времена давно позади, вспоминает девушка. Вот уже как 4 года она успешно трудится в кондитерском цеху. Сейчас Балжан – одна из ведущих специалистов. Удивляет всех своей фантазией и оригинальными рецептами. Я долго сидела без работы. Потом услышала о государственной программе «Дорожная карта занятости 2020». Собрала необходимые документы и прошла переподготовку. Работа кондитера мне очень нравится. Да и коллектив у нас хороший. И таких успешных примеров в семье много. Всего с начала реализации государственной программы «Дорожная карта занятости 2020» в городе переподготовку и обучение по 48 профессиям прошли около 3000 человек. Сейчас по государственной программе на курсы по переподготовке отправлено 85 человек. Они обучаются по таким востребованным специальностям, как газоэлектросварщик, электрики, каменщики, швеи, слесарь и сантехники, операторы ЭВМ. Также этой осенью на 10-месячных курсах обучения пройдут еще 21 горожанин. Не забыли в Центре занятости и про безработных предпенсионного возраста. На их обучение выделены дополнительные средства. Вот уже как второй месяц 40 человек проходит переподготовку по востребованным специальностям. К слову, за период действия государственной программы «Дорожная карта занятости 2020» социальная поддержка была оказана свыше 10 тысячам горожан. Руслан Шакобаев, Медитумирханов, Боужан Дайрбеков, Семей, 24КЗ. К 10 месяцам заключения приговорили жителя Мангосталовской области за злостную неуплату алиментов. Отец троих дочерей уже дважды был судим по этой статье. Однако обвинительные приговоры на него не повлияли. На сегодня он должен детям около 2 миллионов тенге. Срок житель поселка Житыбай будет отбывать в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать его в вышестоящем суде в течение 15 дней. Отмечу, такой суровый приговор в регионе вынесли впервые. В Мангосталовской области первый человек, который по статье 139 осужден к лишению свободы сроком на 10 месяцев. На сегодня в Мангосталовской области на исполнении находятся более 7 тысяч исполнительных документов. Это я имею в виду по алиментам и платежам. Из которых более 200 лиц являются, скажем так, злостными неплательщиками. Непосредственно суд, в частности, специалисты Международного суда по делам и разрешениям в Мангосталовской области, с начала, с января 2016 года поступило 28 уголовных дел по данной статье, по статье 139 уголовного кодекса. В преддверии профессионального праздника работников связи и информации прошел конкурс на лучшую пресс-службу года. Работу сотрудников отделов по связям с общественностью выбирали в нескольких номинациях. В числе победителей оказался коллектив пресс-службы Минобороны, Акимата Алматы и нас, компания «Астана-Экспо-2017». Лучшим в номинации «Профессиональное признание» стал пресс-секретарь Генпрокуратуры Ярнур Уали. А самым оперативным сотрудником признали Руслана Иманкулова, официального представителя комитета ПУЧС. От работы пресс-служб многое зависит от качества материалов и цены информации. Главная цель – работу пресс-служб улучшить, профессионализм поднять и взаимодействие со средствами массовой информации. Первый этап Кубка Республики по автослаламу стартовал в столице. В этом году уже восьмой. Побороться за звание лучшего на парковке городского ипподрома собрались полсотни гонщиков. По словам организаторов, участником соревнований мог стать любой желающий старше 18-ти. Любители экстремальных заездов показали умение быстро и ловко преодолевать любые препятствия на трассе. Следующий этап пройдет в июле в Акмолинской области. Сегодня у нас участвуют более 50 человек. Мое увлечение началось с 2005 года. Ну и начал постепенно участвовать и затянуло. В общем-то, я до сих пор не представляю свою жизнь без автоспорта. Это мероприятие приурочено у нас к «Астана-город без наркотиков» за здоровый образ жизни. У нас идут присвоения званий категории «Мастера спорта». Следующий этап у нас будет в июле. Он состоится в Боровом. Сборную Казахстана по тяжелой атлетике допустили к участию в чемпионате мира среди юниоров, который стартовал в Белеси. На днях грузинской столицы прошло заседание исполнительного комитета и Конгресса Международной Федерации, где озвучили традиционные санкции, новые меры к национальным федерациям, чьих спортсменов подозревают в нарушении антидопингового законодательства. По итогам принято решение у годичной дисквалификации стран, чьи спортсмены три и более раз нарушили правила. Поскольку вина наших тяжелоатлетов еще не доказана, сборные разрешили принять участие в чемпионате мира. И последнее. Прозрачную стеклянную горку открыли на самом высоком здании в Лос-Анджелесе 73-этажной башни Банка США. Аттракцион не длинный, всего 14 метров, то есть один этаж, но виды открываются захватывающие. Владельцы сооружения утверждают, что кататься на ней безопасно. Вся конструкция закрыта и сделана из надежного толстого стекла, способного выдержать даже землетрясение. На этом пока все. До встречи.